Приветствую вас. Давайте мы с вами разберёмся с тем, что вы написали. Вы говорите, что хотите развестись со своим мужем. Желание развестись понятно. Я вас отговаривать не буду от его реализации. Но мне бы хотелось, чтобы вы постарались ответить на вопрос себе. А именно, почему я хочу с ним с мужем развестись? Зачем мне это нужно? Понимаете? То есть, нужно, чтобы вы постарались увидеть, а для чего вы хотите разводиться со своим, ну, со своим мужчиной? А для чего вы этого хотите? Понимаете? И тогда, когда и если вы увидите это, то есть, вы увидите, для чего вам разводиться с мужчиной, вот, у вас появится более чёткое понимание того, значит, что и почему вы хотите делать. Итак, первое, это именно цель. То есть, зачем мне разводиться с мужчиной? Потому что у меня сложилось такое ощущение, что цели, по крайней мере, чёткой цели у вас нет. Далее, вы говорите, что у меня нет чувств к, ну, к своему мужчине у меня нет чувств. Ну, вроде, вроде понятно, чувств нет, хотите развестись. Но если чувств нет давно, почему тогда не развелись раньше? То есть, ради чего и для чего вы жили со своим мужчиной? То есть, с какой целью вы тогда жили с ним вместе всё время? Ну, вот, всё то время, что не испытывали к нему чувств. То есть, ведь, наверное, была какая-то цель. То есть, наверное, был какой-то смысл в том, что вы делали. Вот, ну, имеет этот смысл постараться понять. В первую очередь, конечно же, вам. Дальше вы пишите о том, что, зная точно, мужчина не дадет мне развод. Опять же, откуда, откуда у вас такая информация, что мужчина не даст вам развод? Почему вы решили, что он не даст вам развод? А главное, знает ли он о том, что у вас нет к нему чувств? То есть, в курсе ли мужчина об этом? Если нет, то самое время сказать ему об этом. И посмотреть, будет ли он тогда, значит, по-прежнему хотеть не давать вам развод. Ну, просто, просто потому что. А, да? Дальше. Предположим, что мужчина как-то вот действительно не хочет давать вам развод. Это его право. В общем. Ну, он может пытаться вас как-то удерживать, да? Может пытаться как-то вас, не знаю, сантажировать, может быть, как-то ещё что-то делать. Вот. Это его право. Но вы-то сами, вы-то сами ответственны за то, что с вами происходит, за то, что в вашей жизни происходит. Если вы хотите развестись, то никто в целом мире вас не остановит. Или вы считаете по-другому? А если так, то нужны обоснования. То есть, по какой причине вы считаете по-другому. Какие у вас аргументы есть, ну, в пользу, вот, собственно, данных, данной позиции, данной точки зрения. Это важно, потому что вы сейчас говорите о том, что вы, ну, по сути дела, беспомощны. А беспомощная беспомощность, это не желание нести ответственность за свою жизнь. Поэтому, как бы вы не получали некой, ну, какой-то, какой-то определённой выгоды от того, что вы такая беспомощная. Может быть, вы и разладиться в глубине души не хотите, может быть, вы преследуете совсем другие цели. Я не знаю, конечно, какие, ну, например, чтобы муж делал то, что вам хочется, а не то, что хочет он. Тогда можно говорить о том, что вы не умеете выражать свои желания, не умеете высказывать свои желания, не умеете доносить их до партнёра и так далее. Если вы боитесь, что мужчина будет вас останавливать, да? То есть, ну, вы боитесь, что он будет применять силу к вам, такое тоже может быть, то в таком случае сперва рекомендуется уйти. Ну, просто уйти куда-нибудь. То есть, тут не особо имеет смысл куда. Просто нужно уйти куда-нибудь, чтобы муж как-то вот, ну, не заметил, что вы ушли, чтобы он не успел сгруппироваться, да? Я не успел подготовиться к тому, что вы сделаете, например, а дальше уже вы можете инициировать, скажем, процесс развода. То есть, здесь всё зависит от вас. И, на мой взгляд, важнее всего понять, в чём, конкретно в чём вы видите для себя препятствие. Это препятствие. Это препятствие вас. Это препятствие, там, в самом мужчине. Это препятствие в каких-то обстоятельствах внешних или в чём-то ещё. Но эти препятствия, их нужно обязательно выделить, потому что иначе вы так и будете заложницей обстоятельств, в которых вы оказались сейчас, на данный момент. Я думаю, что ответ на ваш вопрос, что делать, может звучать так. Так. Что делать, чтобы что? Если хотите расхиститься, то нужно просто сесть и подумать, в чём конкретно препятствие и как я могу его обойти. То, что вы можете его обойти, это 100%. То, что вы не видите выхода сейчас, это да, похоже на правду. Но всё это решается, всё это корректируется, всё находится. Было бы ваше желание. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. Продолжение следует...